Кабмин предлагает потратить на обеспечение украинцев питьевой водой почти 30 миллиардов гривен. Кабинет министров одобрил законопроект об общегосударственной целевой и социальной программе «Питьевая вода Украины» на 2022-2026 годы. Документ будет направлен в Верховную Раду. Решение принято во время заседания правительства 30 июня, которое транслировалось на YouTube. На реализацию мероприятий программы за пять лет нужно 28,6 миллиарда гривен, из которых 19,9 миллиарда гривен, из государственного бюджета 11,6 миллиарда гривен, из других источников. Новая программа должна заменить программу «Питьевая вода Украины» на 2011-2020 годы. Как отмечается в пояснительной записке законопроекту, по состоянию на сегодня показатель охвата городов услугами централизованного водоснабжения практически во всех областях составляет почти 100%, за исключением двух областей, Львовской – 95% и Черновицкой – 91%. Так, всего по Украине централизованным водоснабжением обеспечено 99% городов, 90% поселков городского типа и 30% сельских населенных пунктов. Вместе с тем только 69% населения имеются доступ к системам централизованного водоснабжения, а 48% – 5% к системам централизованного водоотвода. Подача воды по графику и использование привозной воды осуществляется в девяти областях Украины, а это почти 270 тысяч человек. Существующие системы централизованного водоотвода крайне устарели и построены с учетом значительной перспективы на постоянное увеличение объемов источных вод. Однако за последние 20 лет объемы источных вод уменьшаются, что приводит к неоптимальным режимам работы насосного и очистного оборудования, их ускоренному износу и дополнительным расходам предприятий питьевого и водоснабжения и централизованного водоотвода на электроэнергию, говорится в документе. Напомним, по прогнозу правительства, тарифы для населения на горячую воду и отопление в 2021 году вырастут 33%. Такие данные содержат прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, одобрены Кабинетом министров 31 мая 2021 года.